Сейчас все регионы Казахстана активно готовятся к проведению референдума по вопросу строительства атомной электростанции. Исключением не стал и Кокпектинский район области Абай, где зарегистрировано более 8 тысяч жителей, имеющих избирательное право. О том, как обеспечивается равенство граждан и как идет подготовка к важному политическому событию, расскажет моя коллега. Референдум – это историческое политическое событие, которое свидетельствует о том, что важные решения принимаются вместе с народом. То есть, это самый демократический путь, сложившийся в мировой практике. Учитывая важность такого вопроса, как развитие ядерной энергетики, президент Касымжо Мартукаев решил провести в стране широкие обсуждения. 6 октября каждый казахстанец проголосует за или против строительства атомной электростанции. А пока что во всех районах Казахстана идет подготовка к общенациональному референдуму. По Кокпектинскому району в список граждан, имеющих право голосовать, включены 8817 человек. Они будут голосовать на 29 участках. Для людей, которые не могут прийти на участок в связи с состоянием здоровья, будет организовано выездное голосование. Члены комиссии отправятся в дома этих граждан для того, чтобы они проголосовали. Кроме того, создана отдельная кабинка для граждан с инвалидностью. Кабинка имеет больше пространства и более яркое освещение. В настоящее время граждан ознакомливают с правилами референдума, а также принимают заявки на предоставление открепительных талонов. Также в районе создан народный штаб за строительство атомной электростанции. Среди членов штаба работники сферы образования, здравоохранения, активисты партии Аманат и другие. Они проводят разъяснительные работы с жителями района. Всего насчитывается 22 члена штаба. В настоящее время мы провели 14 встреч по району и сельским округам. Наиболее часто задаваемые вопросы от народа заключаются в надобности атомной электростанции. Нужна она нам или нет? Спрашивают, какие специалисты будут отвечать за строительство, за работу станции. Все эти вопросы мы берем на личный контроль. Стараемся ответить на них развернуто. В день референдума в Кокпектинском районе будут работать 29 участков для голосования. Четыре из них находятся в районном центре. Два в местных школах, один в детском саду и еще один в Доме культуры. По традиции, всем, кто голосует впервые и тем, кто пришел на участок раньше всех, будут вручаться небольшие подарки. Голосование будет проходить с 7 часов утра до 8 часов вечера. Бутагоз Дандыбаева Ельжан Махзумов, Телеканал Семей.